Девушки отдыхают Сегодня у меня в гостях экстрасенс Елена Стеценко, диетолог Светлана Фус, а также прекрасные повара, участники четвертого сезона шоу «Мастер-шеф» Самбал Адамян и Ксения Мансирова, которые помогут нам разобраться в продуктах, с которыми мы отмечаем Рождество. Нам необходимо разобраться в рождественских традициях, и Лена это сделает, как никто другой. Прекрасно. И, конечно, в том, насколько важны и полезны для здоровья продукты, тут уж светочки слова. Опыт поколений показывает, что продукты, которые выбраны на Рождество, оказывают очень хорошее влияние на наше здоровье. Мне же, конечно, интересно узнать, для чего нам нужен сачок. Он поможет нам узнать, как наши предки всю зиму остались здоровыми и счастливыми. А сегодня вы будете бороться за приз, который поможет вам в новом году быть здоровыми. А что это за приз? Вы узнаете только после того, как вы пройдете все попробования. А вам нужно будет пройти пять конкурсов, узнать пять продуктов, и после этого победивший получит приз от Лены. У нас первый конкурс. Розмаїтие этого продукта в нашем доме завжди означало богатство. И этот продукт, он завоставлялся восени, когда очень-очень много ворожаю. Вы должны будете при помощи весел переправить лодки к противоположному берегу, к берегу своего соперника. Но важное условие, что веслом вы до лодки не дотрагиваетесь. То есть гоните волну. Да. Таким образом мы демонстрируем, как этот продукт влияет на работу нашего кишечника. Ага. Это как раз то действие, которое оказывает волшебный продукт. Пожалуйста, становитесь. Корабли на старте. Поехали! Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так! Оксана, твой корабль приплыл первым, и счет викторини становится 1-0 в пользу Оксаны. Но Самвел тоже молодец. Подивитесь на свои весла и зрозумите, что это за продукт. Так, правильно, это сухофрукты. Это очень важный элемент для вашего здоровья. И его принято было вживать наше сердце с ранку и пить протягом этого різдвяного дня. Сухофрукты добавились в різдвяные стравы, добавились в кутю, сухофрукты клалися в пироги. Наши предки считали, что сухофрукты должны пахнуть дымком. То есть они должны быть сушены в печи, потому что дымок очищает фрукты от злых чар. И та людина, которая вживает сухофрукты, она защищена от злых духов. А если у вас нет печи, то сухофрукты можно сушить в духовке. 30-50 граммов сухофруктов в день достаточно для того, чтобы улучшить работу нашего кишечника. В нашем конкурсе кораблик – это еда, весло – это наши сухофрукты, а волны – это та перистальтика, которую они усиливают. То есть они нормализуют работу кишечника, и таким образом мы чувствуем себя хорошо, особенно после праздника, когда мы немножко переедаем. Вот поэтому такие продукты питания будут быстрее очищать наш организм, и мы будем чувствовать себя всегда лучше. Переходим к следующему конкурсу. Цей продукт клали на кутки столу гострым кинцем от центра стола. Вважалось, что цей продукт так оберегав родину от сварок и оберегав хатину от злых людей. Вот эта стена, она символизирует слизистые наши оболочки. А вот эти красные шарики – это бактерии зловредные. У вас у каждого будут белые шарики, которыми вы должны сбить максимальное количество красных шариков, таким образом защищая наши слизистые оболочки от вредных возбудителей болезни. А вот эти белые шарики символизируют тот продукт и те фитонциты, которые в нем содержатся. Вы видите, что огромные головки чеснока – это фактически тот продукт, о котором говорили Лена и Света. Нет большой загадки. Однако, в соревновании есть соревнование, и вам нужно бороться за еще один балл. Сейчас счет нашей викторини 1-0 в пользу Оксаны. Самвел, поборешься? Конечно. Твоя огромная головка чеснока, твоя тумба вот там, а Самвел, подходи, пожалуйста, сюда. Ребята, внимание, еще очень важный нюанс. Вы видите, что эта стена разделена на две половины, и вам нужно попадать именно в свою половину. Если вы случайно или нарочно попадете в половину соперника, то шарик будет засчитан сопернику. На все про все у вас 30 секунд. Готовы? Так, классный, да. Начали. Ого, куда она летит, глянь, Оксана. Класс! Здорово, Оксана, молодец! Так, Самвел понял, как надо. Просто рекорд. Вы только 23 секунды потратили на то, чтобы все свои шарики раскидать. Нам надо накупить. Раз, два, три, четыре, пять, 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 восемь, девять. Тебе 10, а мне на раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, девять, десять, четыре. И то, что я в тебе украв один шарик, оно ничего не меня, Оксана, понимаешь? У Оксаны 10, 15 у Самвела. Ну что? Я ему поддавалась. Самвел, поздравляй. Вот как чеснок помогает, да, Света? Да, помогает чеснок. Но на самом деле на наши слизистые носоглотки попадают бактерии, которые тут же при благоприятных условиях начинают размножаться. Так вот, фитонциды чеснока, они прекращают размножение бактерий. Достаточно одного зубочка. Кроме того, когда приходят гости, можно чеснок почищенный положить и на стол. И тогда фитонциды действуют не только как бы внутри организма, да, но еще и мы вдыхаем фитонциды. И таким образом они, испаряясь, тоже благоприятно воздействуют на наши слизистые, защищая их. Леночка, а почему именно чеснок выбирали для того, чтобы в Рождество положить его на стол? Чеснок клали для того, чтобы густыми самекинчиками чеснок захищал от злых чар, от злых людей, от гоня, злых духи, от оселия. Счет 1-1, у нас третий конкурс. Наступный продукт пращуры дуже сильно поважали. Завдяки цему продукту господар дому запускал в свою оселю богатство, счастья та здоровья. Но я предлагаю внимательно посмотреть на наши сачки. А, это пшеница. Конечно же, это пшеница. Я понимаю, почему вы сразу и не обратили внимания, ведь здесь же столько шариков. Мы будем говорить действительно о пшенице. И пшеница – это тот продукт, который содержит такое количество полезных веществ. Это и клетчатка, растворимые и нерастворимые волокна. Это и микроэлементы, от которых улучшается состояние нашей кожи. Хорошо растут волосы, укрепляются ногти. То есть это кладезь витаминов и минералов. Мы сейчас проведем такой конкурс. У нас есть шарики зеленые и красные. Зеленые – это нормальная кишечная флора, которая живет и помогает нашему организму бороться со всеми недугами. Когда в организм поступают токсические всевозможные вещества, то, естественно, наш организм начинает себя чувствовать хуже. Те пищевые волокна, которые содержатся в пшенице, они убирают токсические вещества и выводят их из нашего организма. Поэтому вот этим сачком вы должны будете максимальное количество шариков красных убрать, а зеленые оставить. Кто быстрее уберет красные шарики, тот и победит. Еще один нюанс. Вам нужно собрать все красные шарики с помощью сачка особым образом. Вы ловите один шарик, затем придерживаете его рукой и ловите второй, третий. И так, пока все красные шарики не окажутся у вас в руке, не отрезайте ножницами каждый шарик по отдельности. Ребята, вы готовы? Да. Условия понятны? Итак, начали. Рукой только, когда шарик уже... О, правильно, Самвел. Ой, запуталась. Ой, запуталась. Запуталась. Иди сюда. Оксана, ты сколько собрала? Так, молчи. Оно запуталось. Ты понимаешь, что делается? Сейчас я его отсюда выключу. Ой, мы не получим. Оно там пшеница. Подожди, мешай. Подожди. Оксана, что ты делаешь там? Оксана, глянь сюда. Не мешай. По-моему, Оксана ловит бабочек, судя по тому, как ей весело. А теперь все отрезать надо. А ты все уже? Стоп-стоп-стоп-стоп. Тебя вот красный шарик. Так вот, это же они все в куче уже. Они запутались с пшеницей. Хорошо, если готов. Отрезай, но чтобы красные шарики. Оно все полетело. А разве шарики не должны были остаться? А зачем ты? Ну как же должны были красные шарики остаться? Они запутались с пшеницей. Все тут, короче. Что делать? Ну что я хочу сказать, Самвел? Ты не участвовал в конкурсе. У тебя вообще нет шариков. Ты вывел из организма вместе с токсинами все полезные вещества. Все, прощай, победа. Оксана справилась блестяще. Аккуратно, тщательно. Смотрите, какие одни зеленые шарики остались. Поздравляем. Счет 2-1. Польза Оксаны. Пшеница – это основной ингредиент кути. Естественно, которая всегда находится на нашем рождественском столе. Обязательно нужно натощак или в течение дня рождественского съесть хотя бы несколько ложек кути. И тогда пшеница и сама кутия будет на нас действовать очень положительно. И мы переходим к следующему конкурсу. По традиции, вважалось, если укрепить этот продукт джерельной водой або освященной водой и добавить до страв, этот продукт надавал захист от всего злого на целый год. Дело в том, что мак очень благоприятно влияет на нашу центральную нервную систему, улучшает сон. Поэтому суть конкурса следующая. Вы должны вот эту пружинку немножко ослабить. Для этого надо ложкой перенести достаточное количество туда мака. Таким образом, мы будем говорить о том, что мак благоприятно влияет на нашу нервную систему и как бы расслабляет ее. Да, иногда нервы так напряжены, кажется, что они как пружины. Вот это символ нервной системы. Бал засчитается тому участнику, чья красная коробочка поднимется выше. Готовы? Да. Начали. Так, не рассыпай мак. Ой, Боже, что ты робишь? Она мне не даёт, гляньте. Отдай ложку. Ладно, сыпь, пожалею. Гляньте, сколько мака рассыпала, Оксана. Самвел, давай по-честному. Оксаночка, что-то ты так медленно. Давай, 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 давай. Ну, аккуратно, мак не рассыпаем. У меня уже палка опускается. Оксаночка, аккуратно. О, Боже. Ну, 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 Самвел. Отдай сюда. Тоби уже не поможет. Мак закончился, ребята, занимайте свои места. Оксаночка. Что-то нечестно. Что нечестно. 2-2. У него мак важный, однозначно. И так, очевидно. Самвел, ты победил в этом конкурсе? Да, я рад. И счет становится 2-2. Иснує дуже цікава традиція, за якою люди оберегали свою домівку від злих духів і злих людей. Наші предки змішували мак із четверговою сіллю. І обходили свій будинок і розсипали правою рукою зліва направо навколо будинку. І примовляли, як мак із сіллю не зійдеться, так зло до нашого будинку не наблизиться. І я раджу вам перед тріздвом зробити те саме. І можна насипати біля порогу маку із сіллю і насипати під килимок біля дверей. Ой, ребята, спасибо вам огромное. Хоть солі у нас і не було, але маком ви у мене прекрасно все посипали. Не буде зла. Рекомендую всім добавлять хоча б чайну ложку мака ежедневно в свою еду. Остається ще один, п'ятий продукт, о котором сьогодні пойдет річ. Наступний продукт завжди вважався раніше і вважається до цього часу символом солодкого життя. Цей продукт так цінували, що лише на різдво дозволяли собі покласти цей продукт у кожну страву, яка стояла на різдвяному столі. І так, ви вже зрозуміли, що це мєд, очевидно, тому що є соти і навіть пчелі. І в мєді содержится достаточно багато полезних біологічно активних веществ, які адаптирують нашу імунну систему к змінням окружайшої среди. Ваша задача в цьому конкурсі – сложити із паззлов, які лежат у вас у кожного на столі, защитну стену. Ну, що, собственно, буде символізувати нашу імунну систему, т.е. укрепимо її. Оскільки цей раунд чи конкурс нашої викторини решаючий, що 2-2, то вам потрібно особливо постаратися. О, у Самвелу навіть загорелись як-то глаза. Оксан, хто ти думаєш, що краще справиться з цим заданням? Я надіюся, звісно, що виграю я, тому що Самвел як мужчина, як виспитаний, вступить мені місце. Навіть сомневаюсь. А ти як думаєш, Самвел? А я хотів спитати. Це воно должно сходиться, попка з цим, з головою. Тобто треба, щоб воно з'єдінилась? Ти хочеш спросити, дозволи ли пчелі стати цілими? Та. Тоді почнем. Куди, господи, куди його тікати? Ой, блин, ось на вагнітах, Оксана. Ой, ось, що робити? Подожди. Ось так буде. Самвел, а кому ж ти верхній ячейки? Ой, не, не підходи. Оксана, ти положила щось? Та ти ж неправильно пчела не сошла внизу, ти що не бачиш? Оксана, куди ти ложиш? Такой ти молодец, Самвел, ти помогаєш соперниці своїй правильно сложити паззли. Оксана. Оксана, не сходиться, ти що не бачиш? Ой, а де ж голова в неї? А де ж голова? А де ж задню? Та. Так. А це куди? Я б ніколи не іграв в таке. Оксана, так нельзя, Оксана. В тебе що, вже все було? Ти що? Оксана, ти вже все зробила? Та не знаю, вони щось... Ой, що я роблю? Ой, блин, куди ж його тікати-то? Получилось, не? Хагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаг О, о, сошлось, Оксана, что я уже заканчиваю. Оксана, тебе уже бесполезно что-то делать. Оксаночка? Где голова, 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 голова? Куда же ей засунуть? Оксана, что у тебя там? Так, Самвел. А что ж такое? Оксана, что? Сейчас у Оксаны есть шансы обогнать тебя. Оксана, что у тебя там? Самвел, подожди, ты меня сбиваешь. Оксана, что у тебя там? Ничего не получается, что оно такое? Вот оно. Сколько? Самвел закончил. Ты же проиграла, Оксана. У Самвела картина ясна, все пчелы на месте. А у Оксаночки пробелы в сотах, поэтому победа за Самвелом. И в этом конкурсе, и в викторине в целом. Медис давнодавен уважали живым золотом. И та людина, яка дуже багато вживала мину, она вважалася багатою людиною. Но я хочу сказать, что количество меда все равно должно быть ограничено. Потому что на самом деле избыток фруктозы не дает нам похудеть. Избыток глюкозы тоже не дает нам похудеть. Две чайные ложки в день этого достаточно для того, чтобы в общем нашем питании обеспечить себе те полезные все свойства, о которых я говорила. И какая замечательная кутя получается, если в нее добавить, кроме мака, еще и меда. Спасибо вам огромное за участие в сегодняшних соревнованиях. Я сегодня приготовила для переможца подарунок, но я не могла втриматься, и поэтому подготовила подарунки для обоих участников, и также для вас. Это подарунки ручной работы. И я прошу помощникам вынести мои подарунки. Ангелятка, они на своих крылах принесут вам стеснение всех ваших божаней. С наступающим Рождеством, и пусть праздники будут для вас благополучными и счастливыми. Спасибо. Привет, Ютуб. Если тебе понравилось это видео, то делись им со своими друзьями, оставляй комментарий и подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова